Всем привет! Мне кажется, что если я скажу, что мы проводим сегодня в наших телефонах очень много времени, это ни для кого не будет никакой супер новостью. Где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, как бы мы ни были заняты, эта вещь, она всегда с нами. Чем больше я интересовалась саморазвитием, тем больше я понимала, что там, где мы проводим больше всего времени, нужно вносить самые какие-то сильные изменения, по сути. Мы сидим в телефоне очень часто, поэтому есть смысл именно там начинать делать что-то, что будет нас развивать и вводить в нашу жизнь какие-то новые крутые привычки. Поэтому я приготовила на сегодня список реально крутых приложений, которые помогут тебе прокачать себя, и при этом в разных сферах. Первая категория приложений поможет тебе сфокусироваться на задачах. Первое приложение, которое прям, оно украло мое сердце, и, наверное, сердце всех моих друзей, которым я показывала его, это приложение Forrest. Оно получило даже премию за лучшее приложение по саморазвитию за прошлый год, что, конечно, ну, неплохой показатель. Оно улучшает твою работоспособность и повышает эффективность и концентрацию в любой задаче или работе. То есть, неважно, написание курсовой это или уборка в комнате, приложение помогает тебе просто концентрироваться там, где нужна концентрация. Тебе нужно просто посадить дерево. Ну, только виртуальное. Вот, и пока оно растет, тебе нужно выполнять ту задачу, за которую ты взялся. Если ты выходишь из приложения, заходишь в Инстаграм, отвечаешь в Ватсапе, что угодно делаешь, это дерево гибнет. Я скажу честно, это работает, потому что срабатывает в первую очередь просто психологический фактор. То есть, я реально хочу, чтобы мое дерево выросло, это раз. А во-вторых, я понимаю, что я реально не могу зайти в другие социальные сети, и это меня вообще не отвлекает. Более того, это приложение связано с какой-то международной организацией деревьев, и поэтому, набирая какое-то количество баллов, по-моему, 2000 баллов, в мире реально садится одно настоящее дерево. Садится дерево настоящее только благодаря тому, что ты был продуктивен. Есть еще аналог попроще, называется Stay Focused. На андроиде называется Stay Focused, а на iOS Be Focused. И система та же. Ты себе ставишь таймер, делаешь паузу, ты работаешь над чем-то, но просто нет какой-то одной идеи, которая бы тебя очень вдохновляла, например, как с деревьями. Я просто фанат уже этих деревьев, мне кажется, какой-то. То есть, смотрите сами, кому что удобнее, но такие приложения, они очень помогают реально быть эффективнее, и это проверено очень многими людьми. Вторая категория приложений — это медитация и здоровье. Приложение, с которого хочу начать, это Headspace. Это приложение для медитации. Если ты не умеешь, не пугайся, потому что как раз-таки для новичков оно тоже подходит. То есть, и для профи, и для более продвинутых, крутых людей. Это тоже было не про меня. У приложения просто шикарный дизайн, очень минималистичный, очень стильный, прям вот то, что я люблю. Я просто очень сильный визуал, и для меня это важно. Изначально ты выбираешь цель и тему своей медитации. Тему? Ну, там топик написано. То есть, что тебе нужно? Расслабление, концентрация, устранение стресса или плохого настроения. Или тебе, допустим, медитация нужна, чтобы лучше уснуть. То есть, все тут индивидуально подбирается под тебя лично. И ты выбираешь, когда ты хочешь медитировать. Допустим, мне приходит каждое утро в 7 утра оповещения. Она на английском, кстати, забыла сказать, потому что на русском ничего подобного я не нашла. Следующее приложение — это приложение для отслеживания твоего настроения и морального состояния. А ментальное здоровье — это... это так важно. Приложение называется Daylio. 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 Ну, в общем, да. Для него нужно максимум, ну, я не знаю, ну, 20 секунд в день. Но это реально просто мелочь. Ты вписываешь коротко свои впечатления о сегодняшнем дне. Ты выбираешь настроение, чем занимался, и можешь добавить еще текст к заметками к этому дню. То есть, вводя регулярно данные, приложение в итоге делает статистику и обзор твоего настроения, проводит какие-то закономерности, проводит какие-то параллели между настроением и видом деятельности, допустим, между какими-то днями. В общем, ты получаешь в целом картинку общую себя и своего настроения, ментального, по сути, здоровья. И тебе это точно даст поводы подумать немножко, прорефлексировать и задуматься о вещах, которые важны. Есть еще подобное приложение, называется Mood Pass. Опять же, принцип очень похож. Приложение разработано психологами и дает тебе свою психологическую оценку. Каждый день ты отвечаешь на вопросы, такие как, как ты спал в последнюю ночь, сложно ли тебе принимать решения, думаешь ли ты, что ты хуже других, какое у тебя в принципе настроение сегодня. Но в этом приложении есть еще и упражнения для эмоциональной стабильности, и это тоже очень интересно. Так что попробую, если вдруг тебя заинтересовало. Далее из здоровья ментального перейдем к здоровью физическому, которое тоже не менее важно. Это приложение, которое должно быть на телефоне, мне кажется, просто у каждой девушки. Приложение Clue. Оно выполняет разные функции в зависимости от самой, конечно, девушки. Кто-то просто следит, допустим, за циклом своим, кто-то использует приложение во избежание беременности, кто-то всегда забывает, когда у них начало цикла, и то, что приложение шлет оповещение регулярно, для них становится очень ценным и очень важным. Почему я его советую? В остальных приложениях подобного плана есть только эти функции, которые я перечислила. Но в Clue ты можешь отслеживать также изменения в своих волосах, кожи, силах, настроении, самочувствии, во всем, в чем угодно. Вследствие чего приложение тоже пытается вывести закономерности и дать тебе лучше понять свое тело, свои эмоции и свое состояние. Мне лично это приложение очень много нужной информации дает всегда. Я всегда в первую очередь благодаря ему могу увидеть, когда у меня в цикле какие-то сбои, допустим. Если, допустим, я пришла к врачу, да, на прием, то мне очень удобно пользоваться приложением даже там. То есть посмотреть быстро какие-то даты цикла, не знаю, там, два месяца назад. То есть с этим приложением любая девушка ощущает контроль над своим женским здоровьем, что безумно-безумно важно. Вы его можете скачать по ссылке в описании, я оставлю ссылку на приложение. Так же, как и название, я оставлю на все приложения, про которые я говорила сегодня в этом видео, чтобы тебе было удобнее. Поэтому обязательно загляни. Третья группа приложений – это пополнение словарного запаса. И причем на разных языках. Начнем с родного русского языка. Приложение называется «Слово дня». Каждый день тебе дается одно новое слово, пример, объяснение, и ты его учишь и пытаешься применять в рутине. Вот ты знаешь, допустим, что такое? Канифоль. Это хрупкое стекловидное вещество от темно-красного до светло-желтого цвета из смол хвойных деревьев. Мне кажется, в рутине применять его получится довольно-таки часто. Тут порой нужно еще понять объяснение, не только выучить. Да ладно, на самом деле тут есть очень много классных слов, просто я примеры дурацкие привожу. Следующее приложение – это слово «Дня» для немецкого языка. Называется «Word des Tages». Все то же самое, просто немецкий язык. И я очень пытаюсь постоянно свой немецкий язык совершенствовать, делать лучше и говорить еще свободнее. И для тех, кто учат английский, приложение «Word of the Day». Это занимает очень мало времени, но очень крутая привычка, которая помогла бы подтянуть каждый из языков, который тебе нужен. Четвертая группа приложений – это «Знание» и «Мозг». «Мозг» – это, ну, тоже важно иногда. Приложение «Lumo City». Не уверена тоже, что правильно. Нужно больше «Word of the Days» мне учить на английском, наверное. Это мозговой тренажер, можно так сказать, который тренирует ваш мозг. Тренажер для чего? Для памяти, для концентрации, для способностей быстрого решения проблем, для мульти-таскинга. Сначала ты вводишь свой пол, где учишься, то есть, не знаю, школа, университет, и проходишь изначально тест своего мозга. Да, возможно, будет немного больно увидеть нерадужные результаты. Да ладно, шучу на самом деле, там не так сложно. И ежедневно ты выполняешь три упражнения примерно, которые помогают твой мозг развивать. И регулярно, то есть, не раз в год поиграть, зайти, подумать, что ты все, уже там самый умный. Теперь парочка крутых приложений, и, наверное, даже самых лучших, что я знаю, приложений, чтобы что-то почитать, пока ты в дороге, и получить новую интересную информацию. Информацию из сферы науки, технологий, здоровья, всего, что вас интересует. На русском языке самое клевое приложение, это, мне кажется, стаканчик. Я его всем советую, всегда друзьям. Тексты небольшие, быстро читаются, интересные и содержательные. Это для меня самые главные критерии, наверное. И я просто обожаю приложение Medium. Это то же самое, что стаканчик, но на английском. И более, наверное, тексты, направленные на психологию, понимание себя, продуктивность и личностный рост. В стаканчике более обширный спектр, наверное, тем освещается, я бы так сказала. Но Medium я просто обожаю. Настолько захватывающие статьи там, интересные и необычные, что я очень много черпаю идей вдохновения оттуда. И еще одно приложение, которое я могу тоже отнести к списку «Моя любовь», которое захватило мое сердечко просто, это Star Walk 2. Когда я его скачала впервые, я просто не отходила от неба. И точнее, не отрывала свой взгляд от неба. И когда я скрин в Instagram выставила с этим приложением, у меня, наверное, были просто сотни сообщений о том, что это за приложение. Алина, расскажи, пожалуйста. Я вам покажу на примере вида моего из окна. Ты просто наводишь телефон с открытым приложением к небу, и наводя на любую звезду, ты видишь, что это за звезда, или что это за созвездие, или что это за светило. Не знаю, все, что угодно. Ты видишь, там все будет показано тебе и рассказано. И это очень круто. Ты в реальном времени просто смотришь, и видишь, что вокруг тебя. В этом приложении, в принципе, очень много информации о небесных светилах, о всем, что происходит в космосе. Для тех, кто интересуется астрономией, это приложение просто маст скачать. Серьезно. В общем, кто влюблен в планеты и звезды, тот будет влюблен в это приложение. Правда. И пятая и последняя группа приложений, это приложение для заметок и идей, точнее, для их записи. Я очень быстро назову два приложения. Это Evernote и это Bear. Это, опять же, кому что ближе, потому что они очень похожи по дизайну, по тому, как устроен, в принципе, весь процесс создания заметок. Очень лаконичное, очень красивое, удобное приложение. И я все свои идеи, все свои планы, списки, туду-листы записываю именно там. И мне намного больше нравится, чем обычные заметки айфона, допустим. Поэтому очень-очень советую. Я всем вокруг рекомендую эти приложения. И все всегда оставались очень довольны. На часах час ночи ровно. И все мои соседи, наверное, думают, что я сошла с ума, разговаривая с собой ночью, пока все спят на каком-то непонятном языке. Русском, допустим. Я очень надеюсь, что это видео было для тебя полезным и интересным и захватывающе. Если да, то дай мне знать, пожалуйста, об этом в комментариях. И оставь в комментариях одно приложение для саморазвития, которое есть у тебя на телефоне и которое тебе очень нравится. Возможно, я открою для себя что-либо новое. С удовольствием. Очень люблю. Спокойной ночи. Доброе утро. Добрый день. Не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok